Институт уполномоченных представителей главы городского поселения Одинцова был создан несколько лет назад. Вначале никто и не предполагал, что он станет по-настоящему народным инструментом местного самоуправления. Сегодня большая часть расходов бюджета поселения согласуется с жителями. Эффект от такого сотворчества местной власти и городского актива налицо. Посмотрим, что мы сделали в этом году, какие планы у нас на следующий год. Александр Гусев не просто отчитывается о сделанном и рассказывает о планах городской администрации. Он советуется со своим активом – уполномоченными, председателями советов домов, старшими по подъездам. Например, в ближайшее время на базе предприятия «Городское хозяйство» заработает собственный цех по изготовлению метизов. Закупаем модуль, ставим железный цех, в котором будем сами производить заборы, сами будем делать дуги всю зиму, для того, чтобы весной их устанавливать по вашим заявкам. Потому что это гораздо дешевле, это правильнее, есть средства, которые необходимо делать, это свое производство, которое будет работать на город. В ходе разговора были затронуты вопросы компенсационных посадок деревьев и санитарной вырубки, ремонта кровель и замены лифтов. Отдельно Александр Гусев выделил вопрос проведения субботников, особенно в новых микрорайонах, например, таких, как Трехгорка. В новом микрорайоне после СУ-155 деревьев сажать, это бетон, арматура, там все сверху приглажено, а лопату не всунешь на полштыка. Поэтому все то, что новое, в новом микрорайоне очень и очень тяжело идет. Ну, слава богу, актив там молодой, хороший, большое, огромное, я бы сказал, количество людей вышли, и 400 деревьев, я даже не знаю, сколько кустарников они посадили, а вот 400 деревьев они посадили. Среди обсуждавшихся тем были дорожное строительство и экопарковки, новые спортивные площадки, культурно-массовая работа, социальная поддержка населения и развитие библиотечной сети. Понятно, что следующий сезон для уполномоченных будет не менее насыщенным, чем нынешний. Своим лучшим помощником мэр города вручил благодарственные письма и книгу «Золотой фонд города». Кстати, на ее страницах есть немало фотографий тех, кто присутствовал на этой встрече. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».